Откуда ямы? Очевидцы в социальных сетях пожаловались на ухабы и колдобины в поселке Сокол. Говорят, появились не откуда-либо, а именно от большегрузного транспорта, который задействовали на стройке детсада. При строительстве детского сада в поселке Сокол большегрузные машины продавили дорожное покрытие, сделали ремонт дороги исключительно до детского сада, а далее к жилым домам оставили провалы грунта. Люди ходят пешком, ездят на машинах, в любой момент земля может провалиться. Как пошло строительство детского сада на территории поселка Сокол, начали прокладывать дорогу. Но, как обычно, у нас все происходит наоборот. Сначала проложили дорогу, затем теперь ездят большегрузы, которые еще хуже нанесли вред дороге. То есть появились ямы, впадины и дорога просто волнами. Ходить невозможно. В темное время суток вообще даже страшно. Несмотря на жалобы горожан, подрядчик строительства местного детского сада ООО «Ростинвестстрой» настаивает на своей непричастности. Большегрузы подсюда не ходят. Они ходят по проселочной дороге напрямую. Там видите, если ехать к абсолюту, там есть поворот, а они прямо ездят по колдобинам, но по земле, а не по асфальту. А то, что они где ямы, оно не относится к дороге. Люди вас вводят в заблуждение. На самом деле мы не знаем, как выглядела эта дорога до начала строительства детского сада. Подрядчик заявил, что ямы были здесь давно. Тем временем городские власти одновременно со строительством садика проложили новую дорогу и новый тротуар. Но аккурат до тех злополучных ям. Как раз заканчивает благоустройство. Да-да-да, плитку положили. А вот дальше будете прокладывать плитку, чтобы дыру закрыть? Я даже не знаю. Мы вот плитку ложим. Еще даже не в курсе, не знаю даже. А вот кто точно знает, что здесь дальше новую дорогу не продолжит строить, это начальник управления дорожного строительства. Поставил крест на этой проезжей части. Пообещал что-нибудь предпринять только с наступлением тепла. То, что все сделали, и все. Максимум ямочный ремонт, надо еще быть. Все, больше ничего там не планируется. С наступлением минусовых температур действительно не разрешено проводить дорожное строительство. Да и торги в конце года не проведут. Посмотрим за качеством ямочного ремонта в новом году. Если у жителей поселка Сокол есть фото и видео доказательств того, что дорожное покрытие пострадало именно от строительной техники, просим присылать их к нам в редакцию. С одном Иртынеев, Данила Жаркой, телекомпания АТВ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...